Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня я хочу с вами поговорить об осеннем посеве сидоратов. Некоторые блогеры в погоне за просмотрами выдвигают какие-то совершенно удивительные и иногда даже дикие теории о том, что посев сидоратов в осенний период является нерациональным. В то же время агрономическая практика и агрономическая наука говорит нам совершенно обратное. И совсем не зря. Ведь сидораты по-настоящему являются зелеными удобрениями. Что такое удобрение? Удобрение это различные вещества, а также различные приемы для увеличения плодородия почв и создания благоприятных условий для роста и развития растений. Именно эту цель мы преследуем, когда высеваем сидораты. Ведь сидораты очень хорошо влияют на почву. Они стимулируют развитие полезных почвенных организмов. И червей, и каких-то личинок, в том числе микроорганизмов, которые защищают наши растения от всевозможных патогенов. Те растительные остатки, которые остаются на зиму перегнивать в почве, являются прекрасным источником органического вещества также для развития почвенной микрофлоры. А почвенная микрофлора является одним из ведущих факторов почвенного плодородия. Почвенная микрофлора перерабатывает растительные остатки таким образом, что почва обогащается гуминовыми веществами, гумусом. О роли гуминовых веществ, гуматов мы неоднократно говорили и даже посвящали этому отдельный выпуск. Возникает вопрос, что же делать с этими сидоратами? Вот я сейчас нахожусь на поле, где высеяна масличная редька. Конечно, в этом хозяйстве, в этом поле, эта масличная редька будет не только запахана, но еще вот эта верхняя часть будет убрана с тем, чтобы использовать на корм скоту. Верхняя часть будет убрана, а корни-то останутся. Но, конечно, на своем участке у нас и верхняя часть сидоратов, и то, что под землей, все остается на участке. Так что же делать? Закопать ее или оставить сверху? Дело в том, что в зависимости от того, будете вы вкапывать эти сидораты или оставить гнить на поверхности, эти два способа преследуют несколько разные цели. В первом случае, когда вы закапываете большую зеленую массу вглубь, это будет способствовать попаданию органического вещества в почву, обогащение органическими веществами более глубоких слоев почвы, будет способствовать развитию микрофлоры и также будет способствовать развитию накопления гуминовых веществ, азотсодержащих веществ, калия, фосфора, всего того, чем богата надземная часть растений вот в тех почвенных горизонтах, куда попадет вот эта вот органика, вот эта зеленая масса. Если вы оставите ваше растение на поверхности, в этом случае стоит ожидать, что вы создадите какое-то подобие мульчи. Мульчирование является очень хорошим приемом ухода за грядками, ведь она предотвращает избыточный рост сорняков, она предотвращает инсоляцию почвы, а именно многие семена сорных растений всходят только при наличии солнечного освещения. Она создает благоприятные почвенные условия таким образом, что защищает ее от иссушения. И очень важно, что легкие почвы, вот этот верхний слой мульчи, созданный из сидоратов, из полеглой вот этой вот массы под снегом, он защищает в том числе почву и от ветреной эрозии, от выветривания. А ведь ветреная эрозия является одним из факторов, серьезных факторов падения почвенного плодородия. Кроме того, наличие вот этих вот стеблей, гниющих, перегнивающих на поверхности, является очень хорошим подспорьем для равномерного распределения влаги и минимализации сноса плодородного слоя грунта куда-то там, ну по уклону вашего участка, то есть сохранению плодородия почвы. Иногда можно услышать мнение о том, что вот вся вот эта масса, которая осталась на поверхности, она перегниет и те азотистые вещества превратятся в аммиак и аммиак улетучится. Ничего подобного. Если бы такое происходило, то на любом лугу, на любом поле мы бы задыхались от аммиака, от того, что происходит гниение, выделение аммиака. Давайте вспомним, что процесс гниения является щелочным процессом. Это процесс добычи энергии путем разложения белковых частиц и амминокислот, содержащих азот. В это время происходит образование аммиака. В то же время происходит в растениях и другой микробный процесс, который называется брожение. Брожением называется процесс получения энергии микробами из углеводов. А целлюлоза, содержащаяся во всех растениях, и является таким углеводом. Таким образом, два этих процесса в полной мере компенсируют друг друга. В процессе разложения целлюлозы образуются кислоты. Вспомните о том, что внесение большого количества опилок и использование опилок в качестве мульчи сильно закисляет почву. Там нет белка, там есть только целлюлоза. Именно поэтому кислотное вот это брожение превалирует над щелочным гниением. Когда же мы имеем зеленую массу, которая богата и белком, и целлюлозой, оба этих процесса компенсируют друг друга, и у нас образуются всевозможные органические аммонийные соли, которые прекрасно растворяются в воде, которые попадают сталыми водами с осадками в почву, проникают в корнеобитаемый слой и являются хорошим подспорьем и питанием для наших растений. Таким образом, и запахивание вот этой вот зеленой массы и оставление ее на зиму на поверхности и тот и другой приводит к повышению плодородия почв. Это очень важно. Конечно, сидораты бывают разные. Это и крестоцветные сидораты, это и злаковые сидораты, рожь, например. Это и такие, ну, может быть, нечасто встречаемые сидораты, как фацелия, другие растения. Кто-то высевает тагетис, я высеваю тагетис, люблю тагетис. В этом случае необходимо понять, для какой цели вам необходимы сидораты. Например, на листиках крестоцветных растений очень плохо селится фитофтора. Ведь фитофтора, когда находится в почве, она сохраняется на растительных остатках и она питается этими растительными остатками до тех пор, пока не появится то растение, на котором она может паразитировать. Такими растениями являются многие растения семейства посленовых, картофель, томаты и другие в том числе. Так вот, когда вы запахиваете или оставляете на поверхности вот эти крестоцветные растения, горчица, редька масличная, сурепица и другие, в этом случае вы добиваетесь того, что фитофторе практически нечем питаться. И запасы фитофторы в почве истощаются, таким образом оздоравливается грунт. Кроме того, корневые выделения крестоцветных растений способны, если не уничтожать, то по крайней мере отпугивать и дезориентировать многих почвенных нематод, которые являются распространенными возбудителями всевозможных паразитарных заболеваний растений. Если же вам необходимо развить почвенную микрофлору, микоризные грибы, мобилизовать фосфор, которого у вас может быть в почве в достатке, но он недоступен растениям, например, в том случае, если вы использовали костную муку в качестве фосфорного удобрения. В этом случае незаменимым осенним сидоратом будет рожь. Именно она на своих корнях поддерживает большое количество микоризных грибов, которые делают доступными многие элементы питания, но в первую очередь фосфор. Ее запахивание по весне является очень благоприятным и для обогащения почвоорганическим веществом и для обеспечения будущих посадок фосфорными элементами фосфорного питания. Такие же разные другие функции несут и другие растения. У нас есть более подробный выпуск об этом, поэтому его можно еще раз пересмотреть, чтобы услышать какие-то другие характеристики. Что же, я вам посоветую, обязательно высевайте сидораты и для защиты от водной эрозии, и для защиты от ветреной эрозии, и для такого самопроизвольного мульчирования почвы, и для обогащения почвы органическим веществом, и для обогащения почвы минеральными веществами, и для того, чтобы недоступные элементы питания растениям превращались в доступные. Единственный случай, когда я не высеваю сидораты, это защищенный грунт, то есть это теплица, в том случае, если у меня появлялись случаи такие выявления белокрылки. С чем это связано? Это связано с тем, что, к сожалению, белокрылка, многоядный вредитель, она может заселять более 600 видов растений. И особенно, если я в ранние сроки посею в теплице сидораты, то сидораты превратятся в кормовую базу для этой белокрылки. И в южных регионах особенно, она может легко уйти зимовать в защищенном грунте, в поликарбонатной особенной теплице. Даже и в умеренной зоне, несмотря на то, что это теплолюбивое насекомое, и морозов оно не выдерживает, но мягкие зимы и потепление климата, и поликарбонатные теплицы, особенно если вы оставляете их закрытыми на зиму, могут способствовать перезимовке этого вредителя. Более подробно я обязательно расскажу вам о борьбе с белокрылкой в защищенном и открытом грунте. Особенно на юге она является большой-большой проблемой. Но говоря о сидоратах, я все-таки обращу внимание на то, что в теплицах, где наблюдается развитие белокрылки, ну на самом деле и трипса и каких-то других вредителей, использование сидоратов по этой причине является нежелательным. На этом я прощаюсь с вами, задавайте свои вопросы, не ведитесь на поводу блогеров, которые лишь стремятся возбудить какую-то такую пустую дискуссию на голом месте, заработать себе какие-то очки и баллы, не принося никакой пользы своим зрителям. Всего хорошего!